Руководитель Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова посетила Тверской государственный университет. Лидер волонтеров Верхней Волже пообщалась с преподавательским составом и со студентами. В числе обсуждаемых тем были кадровые вопросы, развитие спортивной инфраструктуры, строительство студгородка. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Юлия Саранова 7 сентября вернулась в родной университет ТВГУ. Но уже не как студентка, а как руководитель Тверского добровольческого центра «Мы вместе». Здесь лидер тверских волонтеров провела сразу две встречи с преподавательским составом и со студентами. Может быть у вас есть предложение, что нужно сделать, чтобы вуз вместе с городом, вместе с регионом, в каких-то конструкциях могли производить общественное благо. Много проблем и предложений высказали преподаватели университета. Это и кадровые вопросы, и нехватка, или даже полное отсутствие бюджетных мест на некоторых направлениях, вопросы взаимодействия университета и органов власти. Особое внимание было уделено спорту, а точнее физкультурно-оздоровительному комплексу. Он был запланирован давно, но и до сих пор вы видели, возможно, вы были на Соминке, стоит такой остров, который, мне кажется, уже давным-давно пора сносить. Университет каждый год участвует в различных программах, и у нас есть проект по этому спортивному сооружению, поэтому вопросы, которые сегодня задавали и преподаватели нашего университета, и студенты, они актуальны. Студенты тоже обратили внимание на данную проблему. Нужно место, где спортсмены могли бы комфортно заниматься. Сейчас ребятам приходится арендовать площадки для тренировок. Та же проблема возникает и с концертными залами. Творческих коллективов много, да и традиционная студовесна проходит каждый год. Университетам нужна своя концертная площадка или даже дом культуры. Не обошлись стороной и инфраструктуру около Студгородка. Подъездные пути не всегда соответствуют нормам безопасности. Не всегда у нас есть где-то освещение. Отсутствуют тротуары, а рядом с проезжей частью нашим студентам приходится от остановки идти прямо по проезжей части, что это не всегда как бы безопасно. Кстати, Студгородок должен был по проекту стать настоящим кампусом с современной библиотекой и тем самым фоком. Однако пока воплотить проект в жизнь до конца не удалось. Юлия Саранова внимательно выслушала эти и другие вопросы и даже предложила свои варианты решения некоторых проблем. Продолжение следует...